Ну, посмотри, вот, ведь Дёма Кудрявцев – евреи. Да что-то всё пронациональное какие-то. Миллениалы и следующее за ними, вот это поколение Y, не считают свободу и демократию абсолютными ценностями и готовы, собственно, жить без этого. Русские – корм, их едят, а они глядят. Это такая штука. Ты знаешь, я вот вспоминаю нашу с тобой светлую молодость и даже юность для некоторых в газете «Ведомости». И помню, как мы там друг друга крыли херами и посылали вообще вот на раз-два-три. Ты знаешь, в современном мире это вообще называется словом буллинг. Государственные деньги – это яд. И ты их когда взял, то рано или поздно владельцы денег, или как они считают себя владельцы, да, на самом деле, конечно, деньги-то не вполне их, но они считают, что это их деньги. Они придут за ними. Никогда ни в жопу не давал, ни денег не брал. Вот это вот всё было нужно. Такое. Думаешь, вокруг что-то было, кроме говна и пала? Нет. Из чего ещё было делать-то? И, между прочим, ты тоже кусок этого говна и пала. Я только за. Почему не может существовать в России вот такое медиа ровное, выдающее, качественный продукт? Я боюсь, что слишком много препятствий, скажем, связанных с владением, с ограничениями на владение профессиональными медийными инвесторами, которых нету русских. Нету. Не образовались. Не выросли. С тем, что ты должен писать вещи там типа «Организация, запрещённая в РФ». Да насрать мне. Про какой-нибудь ИГИЛ или ещё там про что-нибудь. Про свидетелей ИГУ, что они запрещённые в России организации. Что ты не можешь написать, что Крым украинский. Что ты, там, у тебя есть куча вот этих вещей, которые тебе солидное и серьёзное издание сделать не дадут. А компромиссное издание, там, это же вот эта смерть, да, там, тысячи уколов. После эти все уколы, они вот именно в эту солидность бьют, да. То есть, как только ты все эти правила соблюдаешь, то ты уже солидным быть не можешь. А вот, кстати, вопрос по поводу Муратова и Венедиктова, которые достаточно умело, я бы сказала, умудряются бегать между струек. Как ты к этому относишься? Да как я? Я к этому не отношусь, знаешь. Ну, то есть, это такая тоже игра. Понимаешь, когда у тебя, когда невозможный национальный подход, и тебе требуется героизм, или, там, какой-то дипломатический навык, или ещё что-то такое экстраординарное для того, чтобы поддерживать обычную вещь, а именно новостной поток, то ты можешь, лично ты можешь быть героем, или, наоборот, можешь быть подлецом. Но эта ситуация, она неустойчивая. Ну, понимаешь, сегодня вот он лавирует между этими струями, а завтра это уже не струи, а просто оно льёт, как из ушата, и уже не можешь ты лавировать между ними. Ну, тогда уж, значит, не можешь. Ну, мне кажется, что Венедиктов давно прошёл эту стадию. Слушай, однако тот же Алексей Навальный и та же Татьяна Лысова всё равно могут на ней появиться на радиостанциях Москвы. То есть, может, он, конечно, и прошёл, но ценность для аудитории бесспорно есть. Мне кажется, что появляться на этой радиостанции, ты, появляясь на этой радиостанции, ты, в общем, не сильно отличаешься от персонажей, которые в этих ток-шоу на российских государственных каналах. Вот ты можешь там, Гозман какой-нибудь, да, появляется в этих ток-шоу, или, допустим, какой-нибудь украинец, занесённый там каким-то злым ветром на эти госканалы российские. Но российские госканалы в основном люди смотрят ради одной точки зрения, а то же «Эхо Москвы» всё-таки слушают ради разных. Чёрт его знает. Я не знаю ради... Опять же, я давно не был, и поэтому не знаю, ради чего люди это слушают. Но я вот отсюда, глядя на это, думаю, что все, кто в этом участвует, они оказываются невольно в роли клоунов. В таком вот странном представлении на манеже, где Венедиктов работает ковёрно. Я помню, Лёнь, как ты всегда говорил, что, так сказать, грантажёрство и госденьги, каких бы государств они ни были, это зло. Нет, госденьги – это вообще последнее дело. А с грантами, ну, там, с ними, наверное, можно как-то смириться и найти какие-то, которые не будут на тебя налагать неправильных требований. А вот так, из дьявольских вопросов, что лучше – госденьги или деньги Ходорковского с Соросом? Или что хуже? Государственные деньги – это абсолютное зло. Хуже, чем государственные деньги, нет ничего. Но ведь в Германии, например, существует огромная организация Deutsche Welle. В ней вот работала глубоко уважаемая мной и Жанна Немцова до последнего времени. Я рад конкретно за Жанну, что она нашла какой-то источник дохода, но это последнее дело – работать за госденьги. Ты можешь объяснить, в чём именно твоя позиция по отношению к госденьгам? Почему она такая жёсткая? Потому что функция СМИ во многом контролировать власть и выступать оппонентом, институциональным, не просто идеологическим каким-то, вкусовым или эстетическим и оппонентом власти, а институциональным оппонентом власти и сторонней контролирующей институцией. Это невозможно, когда ты берёшь от неё деньги. Я помню прекрасно твою реакцию на дело, например, «Медиа моста». Ну, неприятно было. Было понятно, почему никто не вступился за мост. Но с этого начинается и следующий путь, что за мост не вступились, потом ещё за кого-то не вступились. Вы же говорили здесь про госбабло. Вот его не надо было брать в мосту. И не надо было брать теми способами, которыми он их брал. А государственные деньги – это яд. И ты их когда взял, то рано или поздно они придут, люди, владельцы денег, или как они считают себя владельцы. На самом деле, конечно, деньги-то не вполне их, но они считают, что это их деньги. Они придут за ними. И за тобой придут. И тебя вместе с деньгами схавают. И это вот всё. Это вот история с Серебренниковым, и с любым человеком, который государственные деньги брал. Любой человек подставил себя под этот риск. Это вот одна из таких вещей, которые просто для меня они в основу полагающие. Ты, кстати, обратил внимание, я не знаю или нет, что вообще Россия переживает ренессанс расследовательской журналистики? Я вообще не припомню, чтобы, как говорится, при нас такое было. Да, при нас было хуже. Если вот ты возьмёшь текучку, базовые тексты, из которых состоит по большей части любое СМИ, если ты возьмёшь их качество, и ты поставишь рядом тексты Блумберга, Уолл-Стрит-Джорнал, FT, то ты увидишь, что разрыв в качестве очень большой. А если ты поставишь рядом эти расследования, которые вы делали, и которые сейчас делают ребята, там, не знаю, в проекте, иногда в тех же ведомостях, ещё в каких-то из этих новых СМИ, то этого разрыва с расследовательскими текстами, которые делаем мы, Уолл-Стрит-Джорнал, Нью-Йорк Таймс, ты не увидишь. Вот, например, Нью-Йорк Таймс получил сейчас Пуллицера за вот эту российскую подборку материалов. И вот если ты посмотришь там на эти материалы, которые получили премию... Так они полностью вообще с российских материалов переписываются. Абсолютно. Текущая журналистика, базовая, новостная, вот, собственно, bread and butter, в России пришла в жесточайший упадок. Ей заниматься непрестижно, в ней ты боишься налететь на цензурные ограничения, на то, что тебя отошьют, на то, что все, в общем, обращаются с тобой как с дерьмом. Но зато у тебя есть возможность отыграться на расследованиях. Вот, это такая тема. Но не кажется ли тебе, что то, что ведомости, на самом деле, не делали уж каких-то таких больших фундаментальных расследований, хотя было несколько ярких статей, таких за 15 лет, там, я не знаю, кому принадлежит Сургутнефтегаз, или там, я не знаю, про там разные, много можно вспоминать, что именно это была цена, которую ведомости заплатили за долгое существование. То есть это все-таки газета истеблишмента, консервативная, которая отражала интересы и отражает до сих пор этого истеблишмента. Я, ты знаешь, вот в ней, когда работал, и, по-моему, Таня уже следом, и ты, когда была редактором, все обращали 90% внимания своего редакторского именно на текучку, на базовые новости, на то, чтобы их генерировать, на то, чтобы их как следует отработать, на то, чтобы их со всех сторон облизать, на то, чтобы их хорошо отредактировать и выпустить ровный, сильный продукт. Там не было вот этой современной темы про то, что я произвожу говно, но зато у меня расследование хорошее по одному в месяц. Мы по-другому работали. У нас был другой подход. И, наверное, сейчас это выглядит как вот такая, как бы, да, консерватизм, принадлежность к каким-то, возможно, устаревшим, и, возможно, каким-то застарелым элитам, да, вот эта вся штука. Она проистекает из подхода, с которым все это начиналось и продолжалось. Это был подход, направленный на совершенствование текущих новостей. Ну, в общем, какое такое консервативное экономическое мировое медиа не возьми, так они все так устроены. Там и Financial Times тоже не блещет какими-то уж выдающимися расследованиями. Нет, она облещет тем, что она каждый день хреначит вот эту, как бы, базовую пищу. Эти газеты, это не газеты всплесков. Это газеты ровного, сильного потока. Ну, или так, медиа. Сейчас уже газета, наверное, это не модно. Ну, это медиа. Давай, сейчас, как бы, газета, это просто такое наследие. Во время карантина почти 100% покупок я делаю онлайн. Это касается продуктов, товаров для спорта, книг и даже мебели. Думаю, что многие из вас тоже поменяли свой образ потребления и доказали этим ритейлу важность развития и коммерса. Если вы занимаетесь ритейлом и хотите сделать онлайн-магазин, то с этим все понятно. Существует множество решений, которые помогут вам создать сайт. Но что делать, если вы хотите создать маркетплейс? Для этого тоже есть решение, с которым вам не нужно будет нанимать команду разработчиков и проходить через все сложности с нуля. СС-карт – движок для онлайн-маркетплейса, в котором есть все для быстрого запуска. Он состоит из админки, где владелец контролирует все процессы, кабинета продавца, где он управляет своими товарами и заказами, и общается с покупателями, и витрины, где клиенты могут купить доступные товары. В СС-карт есть мобильное приложение для продавцов и покупателей, гибкие настройки тарифных планов и системы привлечения продавцов. Вы сможете самостоятельно управлять дизайном, не привлекая программистов. А еще в СС-карт открытый исходный код и доступно более 2000 плагинов. С 2005 года на платформе построено почти полторы тысячи маркетплейсов. От СДЭК-маркет и маркетплейса недвижимости до волонтерских сообществ. Как говорил герой одного из наших выпусков, кризис дает новые возможности для роста. И мне кажется, что он был прав. Когда, как не сейчас, открывать и развивать свой бизнес в онлайне. Платформу СС-карт вы можете попробовать перед покупкой, пройдя по ссылке под этим видео. А еще, только по кодовому слову «русские норм» СС-карт дарит скидку от 15% всем подписчикам канала. Предложение действует только до конца мая. Смотрите описание и переходите по ссылке. Скажи мне, пожалуйста, прочитал ли ты эпическое расследование «Медузы», «Форбса», «Ведомости» и «Бэлла» о том, как продавали газеты «Ведомости»? Да, прочитал, причем во всех четырех, ты не поверишь. Да ладно. Они же все разные. Разные Евангелия. Да, меня поразило, конечно, это. Ну, то есть, ребята, сделали вместе, а вроде как написали порознь. Ну, хотя... Лучше, конечно, чем с одной обложкой выходить втроем. А с одной обложкой тебе тогда не понравилось? Кошмар. Я считаю, что нельзя участвовать к приличному изданию ни в каких таких коллективках. Ну, если у тебя обложка одна на многих вроде как расшарена, то что у тебя еще не свое? Мозг, например, свой. Мозг свой, а убеждения могут быть общие? То да, но ты же не используешь, в общем, газету для демонстрации своих убеждений. Это профессиональный инструмент, который подписчикам продается не для того, чтобы он на убеждения твои смотрел, которые в других газетах такие же. Слушай, это вопрос, насколько ценность в моменте меняется. Я считаю, что ценность человеческой жизни в моменте была выше, чем все эти цеховые стандарты. Ну, я не знаю. Для меня ничего нету ценнее, чем цеховые стандарты. Я считаю, что если ты ими жертвуешь, то и жизни от этого подвергаются более серьезной опасности. Власть ведь любая, она хочет на самом деле от нас, чтобы мы ходили с троем. И как только мы начинаем ходить с троем даже против власти, с нами удобнее и расправляться, и чистить под одну гребенку. в данном случае вот с этим расследованием, которое вышло в четырех местах немножко разное, мне понравилась демонстрация все-таки разных подходов, которые есть у всех четырех изданий. Работали вместе, а показали немножко каждый свое. В этом есть сила какая-то профессиональная, на мой взгляд. Я, кстати, сразу скажу, что я не принимала участия никакого, потому что свято бледу принцип, что редакция отдельно, а мухи отдельно. Ты же там коммерческую функцию несешь, да? Да, конечно. Ну как я могу руками водить там, это неправильно. А на составе я читал твое с Кудрявцу. Да, где вроде бы я про все это спрашивала, а ответы были какие-то другие. То есть они были, я вроде спрашивала там кому, а сколько должен там Боссову, а там вроде как, а знала ли редакция, там Татьяна Лысова знала ли, а там говорится, что там, да, какой там долг был на зарплату полмиллиона долларов и давно уже отдал. Да, это интересно на самом деле. Я тоже ему, когда он вот выступал покупателем первый раз, я тоже задавал всякие вопросы про происхождение денег. Правда, ты вопросы умеешь приятнее задавать, чем я. Но получили в ответ мы, надо сказать, одну и ту же совершенно, как бы это сказать, литературную, что ли, бредятину, которая, в общем, скорее правда искусства, чем правда жизни. Это как? Ну, мы же знаем, что человек себя мнит поэтом, и вот он как бы придумал нам поэму и тебе и мне в меру способности. Мне сложно работать адвокатом Демьяна Кудрявцева в поэзии. Я вообще ничего не понимаю. То есть, ну, совсем не могу ничего сказать, но люди говорят, в Фейсбуке пишут, что Демьян хороший поэт. Мне сложно судить. Я не на мой взгляд бездарный. Но многие, и возможно сам тот факт, что он сочиняет какие-то рифмованные тексты, многих людей настроил, скажем, на большее доверие к нему, чем он заслужил в процессе этих всех сделок. Они думали, ну вот приличный человек, стихи же даже пишет, какие-то премии за это получал, и вроде как даже что-то издавал. Ну, не может же, собственно, ведь гений и злодейство. Две вещи несовместные. И поэтому люди выдали ему какой-то, значит, кредит, доверие, который, судя по материалам этого расследования, он ценил меньше, чем кредиты от Газпромбанка и ВБРР. Понимаешь, для меня главный вопрос, связанный с фактами в этом расследовании, был, почему все это не выяснили люди из тех же изданий, ну или где бы там они ни работали в тот момент, эти люди, когда все это начало происходить. Ведь тогда еще можно было, узнав про все это правду, можно было остановить какие-то события, да, и что-то отыграть назад, возможно. Я, у меня нет стопроцентной ясности, почему тогда это нельзя было выяснить, а сейчас вдруг стало можно. Я спросил собственно Тамиу Лысоу вчера про это, и она сказала мне, на самом деле, ну тут как бы это важно, что вот эти отчеты, которые там цитируются, они стали доступны только в последнее время, например. А также некоторые люди возмущенные ситуацией с ведомостями нынешней сейчас оказались более словоохотливыми, чем тогда. И штука в том, что когда у тебя есть с одной стороны отчеты и слова осведомленных людей, а с другой стороны у тебя есть то, что произносит Демьян Кудрявцев, то теперь есть веские основания не слушать больше Демьяна Кудрявцева, даже если для кого-то раньше этих оснований было меньше. Что касается почему раньше не расследовали, ну я тебе так скажу, ну сложилось довольно много обстоятельств, кроме тех, о которых тебе Татьяна сказала, на самом деле по журналистской части много чего сложилось. Медуза обрела определенную компетенцию в лице той же Тани, появился Белл в Форбсе, в которой переживал тоже не очень простые времена, ну образовалась какая-то тоже ну какой-то состав людей, способных делать хорошо журналистскую работу, и они воспряли. Им просто до этого было самим там до себя. Ну и наконец в ведомостях это тоже стало, ну так сказать, ну очевидно, что что-то не то происходит. просто мне очень жаль, даже если есть веские причины, мне очень жаль, что это все не выяснилось тогда, не было ясно, ну то есть мы могли там на личном уровне, я скажем, не верил, у меня не вызывало доверия то, что говорит тот же самый господин Кудрявцев, и сама эта ситуация вызывала резко отрицательные эмоции, но сами факты, например, что газета по сути уже была перепродана, как только возник этот кредит Газпромбанка, в два раза превышавший то, что за газету было исходно заплачено иностранным владельцам, то есть по сути люди тут же окэшились, как только пришел этот кредит, вот то, что этот факт не стал тогда известен, на мой взгляд очень плохо повлияло на дальнейшую историю, то, что по сути люди как бы смирились со своим из-за своего неведения, да, вольного или невольного, люди смирились с ситуацией, в которой они практически сразу после ухода иностранных акционеров стали принадлежать группировкам или людям близким к власти. Знаешь, вот ты, между прочим, 20 лет назад тоже рассказывал нам, юным сотрудникам ведомостей, что у нас будет свой небоскреб, вот, и что все это будет стоить каких-то сотен миллионов долларов, а видишь, наработали в итоге еле-еле на 10, из которых 6,5 и то долги. на самом деле реальную цену мы видели при продаже Дерком санами всего вот этого хозяйства, в которое входили журналы и в котором ведомости там составляли одна треть ведомостей составляла существенную часть капитализации, а ведь тогда, если мы сейчас будем вспоминать ту сделку, она была на 200 миллионов евро. В принципе, когда я говорил про небоскреб, я же я даже и предвидеть не мог ни Крым, ни эту аризацию, ни все вот это безобразие, которое с тех пор случилось. Я, откровенно говоря, рассчитывал на какой-то более на государственном уровне, на какое-то более поступательное развитие, а не на возврат к Совку. И если бы так было, то, в принципе, коммерческие препятствия, они были преодолимы ну там для такой организации, как ведомость. Было бы желание. А в этой ситуации они, конечно, непреодолимы. Мы имеем продажу акций за полмиллиона долларов, понимаешь? Там под дулом автомат, считай. Ну, хорошо. Ты считаешь, что с того момента, как вышли иностранные акционеры и закон был принят об ограничении иностранцев владеть СМИ в России, это принципиально поменяло расклад? Да. Вот, например, здесь у нас в Германии начался после прихода к власти Гитлера такой процесс назывался аризация. Он, значит, это когда вот еврей, допустим, владеет какой-нибудь швейной фабрикой или, допустим, газетой или издательской компанией, то ему объясняют, что такая важная для германской экономики народного хозяйства компания не должна была принадлежать еврею и надо бы ее продать, а иначе могут сложности всякие случиться, в том числе можешь ты оказаться в подвале, из которого ты не выйдешь. Сначала это было вот так, а потом уже постепенно узаконивалось и вот эти все компании еврейские, они перешли в руки арийских собственников. Евреи там, особенно в начале процесса, продавали эти компании, конечно, за гораздо меньшую цену, чем они выручили бы при свободной продаже, вот без этого процесса аризации. И вот газета ведомости, в которой я работал, с этим длинным названием, в котором были английские слова, она подверглась в 2014 году аризации. В 2015 году был принят закон, в 2015 она подверглась, да. Значит, когда ограничили иностранную собственность на СМИ 20%, иностранные собственники были вынуждены продавать, хотя продавать они не хотели и не собирались. Вот такая же точно была ситуация здесь у ряда еврейских издателей в 30-х. Подожди, подожди, ты мне вот объясни такую вещь, почему они в России решили продавать просто твои мысли, а в Китае, например, они соглашаются работать под цензурой. Ну, реально, мы же знаем, то есть, я просто скажу для тех, кто не знает, реально цензоры сидят в Китае и там просматривают обложки Financial Times, Wall Street Journal, Economist, и иногда они выходят вовсе без первых полос, когда там что-то не то написано, нехорошее, с точки зрения цензора, но они на это соглашаются. Значит, здесь есть большая разница. У тебя, когда, значит, у тебя там Economist или Financial Times, который представляет собой глобальное издание, не сфокусированное на китайском рынке, ты просто его там продаешь, и ты также держишь там штат журналистов, которые пишут про местные китайские новости, но ты не китайская СМИ. Ведомости, которые издавались совместно с Financial Times и Wall Street Journal, были российские СМИ, они международные, они выходили на русском языке, они были сфокусированы на российской проблематике, весь штат их состоял из российских граждан, за исключением нескольких белорусов. Нет, но был один американец в какой-то момент. Ну, он потом уехал, да, и работает, мы с ним коллеги сейчас в Глумберге. Вот, и, короче говоря, вот это совершенно российское СМИ было сочтено вот в процессе этой аризации было сочтено как бы слишком иностранным. И в этом есть собственно разница с ситуацией экономиста или Financial Times в Китае. Ты с самого начала, когда Демьян Кудрявцев вызвался, так сказать, стать собственником ведомостей, ты выступил очень сильно, резко как-то антагонистом этого. Ну, посмотри, вот Демьян Кудрявцев еврей. Да что-то все про национальные какие-то. Он должен знать про аризацию. Он должен знать. Такие, как мы, знаем все про такие штуки. Когда кого-то вынуждают продать, да еще по принципу национальности и принадлежности какой-то не той крови, вот когда ты участвуешь в том, чтобы подобрать такой актив, мне кажется, для еврея это особенно удивительно и стыдно. Но как бы там ни было, я также знал, что у Демы нет денег. на то, чтобы что-то такое купить. А чьи это были деньги, он не говорил, а врал, что покупает на свои, на какие-то доходы от мифических инвестиций. Потом выяснилось, что там участвовали какие-то разные другие люди. Мы даже сейчас довольно фрагментарно знаем, кто там участвовал. Ну, до конца это неизвестно, конечно, но известно, что какие-то деньги в какой-то момент не на покупку, и Демьян это признавал, в частности, в интервью мне, одалживал ныне покойный Дмитрий Босов. Да, вот, кстати, по этому поводу я имею кое-что сказать всем участникам процесса. Был такой депутат Вороненков, который, собственно, внес законопроект об ограничении иностранной собственности. он плохо кончил. С ним случилось несчастье в городе Киеве, куда он сбежал и притворялся там диссидентом. Там его расстреляли на улице. А вот, например, тут случилась эта история с Босовым вчера. Я считаю, что всем остальным участникам аризации вот этого издания им следует задуматься о том, что может случиться с ними. Ведь карма такая сука. Ну, у нас нет никаких оснований считать, что гибель Босова как-то связана с ведомостями. Карма такая вещь, Лиза. Ты никогда не знаешь, откуда к тебе придет расплата и с чем она будет связана на банальном и повседневном уровне. Ты сейчас наблюдаешь за, так сказать, за обороной ведомостей, как журналистский коллектив там бьется с попытками их цензурировать? Я наблюдаю, и там, поскольку люди, которые этим занимаются, это люди, которые работали и в наше с тобой время, и даже в мое, которое было совсем давно, то я с огромной симпатией и просто иногда со слезами я смотрю на то, что там, с чем они вынуждены иметь дело. Но потому что это близкие, а Борис Сафронов так вообще один там из моих лучших друзей, и мы по-прежнему уже 20 лет играем в преферансах. по четвергам? Ну, то есть, это люди, которые там присутствуют, к которым я отношусь очень тепло, и то, что сейчас им приходится делать, это для меня очень болезненная ситуация, наблюдать за ней издалека особенно неприятно. вот, и как бы, но я уверен, что вот конкретно эти люди не пойдут на на совсем уж гнусный компромисс, и что они найдут выход. Если не под маркой, которая, как я тебе уже говорил, немножко изменилась с 2014 года, то, может быть, под какой-то другой маркой, может быть, с какими-то другими собственниками. Я уверен, что они не сдадут то, что для нас, для всех было важно, даже если им пришлось тактически уступить по мере сжатия свобод, введения цензуры и прочих вот этих гадостей. А если начинать на пустом месте с другого юрлица, это нужно заново устанавливать отношения с клиентами рекламными, это нужно заново строить подписную базу, это нужен какой-то период для разгона, это для команды это как бы непростая задачка. Ну, ты, наверное, понимаешь лучше меня, как человек, который все это недавно делал? Я вообще в ее реалистичность с трудом верю, если честно. Несмотря на свой иногда какой-то неадекватный, я бы сказала, оптимизм. Ну, послушай, тут надо, да, в этой ситуации надо много неадекватного оптимизма и веры в чудеса. Ну, собственно, чудеса, они там в истории этой газеты случались неоднократно и может быть вот как бы еще раз я верю, поскольку я думаю, что там все-таки есть какие-то немножко сверхъестественные силы за этим за всем, я думаю, что чудо возможно. Как ты думаешь, если бы Таня Лысова решила не уходить из ведомостей, удержала бы она ситуацию, в которой ведомости до 15-го, до 16-го и до 17-го оставались бы такими же? Таня, ты знаешь, как я к ней отношусь, она удивительный профессионал, и она, то, что она там сделала за то время, что она просидела главным редактором, вот, просто в плане поддержания планки качества и просто, ну, собственно, сплочение коллектива вокруг идей, которые, возможно, уже даже сами не были актуальными на то время. в плане вот этого такой консервативной силы. Таня, она мощнейший, мощнейший консерватор, один из таких персонажей, как вот был Билл Бартли в Wall Street Journal в свое время, который просто был институцией сам по себе, глава редакционной страницы Wall Street Journal. Таня, сравнимая с ним консервативная институция, вот, и мне кажется, что она тоже не пошла бы ни на какие совсем плохие компромиссы. Также она хорошо чувствует грань, где компромисс приемлемый, а где плохой. И мне очень жаль, что она ушла. С ней, конечно, ребятам сейчас было бы проще отстаивать вот то, на чем они стоят. Она, конечно, ну, поломать Таню и одну-то непросто, а с ними вместе было бы вообще тяжело. и, ну, да, мне кажется, что ее уход был очень серьезной потерей. Я ведь, Таню, когда уходил, я лоббировал ее назначение, хотя были другие сильные кандидаты, включая того же Аркадия Островского, которого ты упомянул. И, как бы, я стоял за нее, потому что я верил в ее, как бы это сказать, и в ее стабильность, и в ее консерватизм, и в ее силу. И все это потом было предъявлено. А ты не считаешь, что консерватизм сыграл все-таки с ведомостями злую шутку и с точки зрения бизнеса, и с тем же Smart Money консерватизм тоже сыграл злую шутку, потому что, ну, в 2006 году, например, печатный журнал, ты помнишь, что произошло в 2006 году? Да. Появился Facebook. Да. Да. Я понимаю, о чем ты говоришь. И да, наверное, это, наверное, у консерватизма есть, как бы, это палка о двух концах, как все палки. Вот. И эта конкретная палка заключается в том, что без консерватизма ты не способен поддержать качество и не способен удержать стандарты и не способен создать историю и невозможно без него продолжать вести за собой там или идти вместе с каким-то количеством людей. Обратная сторона этого дела, ты реагируешь слишком медленно на изменения, на рыночные изменения, на рынке консерватор. Ну, там, есть удивительные примеры вроде Уоррена Баффета. А ты наблюдал спор между Навальным и Таней? Да. Я даже немного участвовал на стороне Тани, потому что при всем моем уважении к Лёше, к Алексею, он не понимает, кто она такая. Вот, и как бы в чем ее задача и как она подходит к тому, что она делает. Он думает, он подозревает в ней человека компромиссного и готового там ложиться под начальство, это ошибка, она совсем не такая. Она просто, она стремится сделать хорошо, это такой тип, она не может сделать плохо. Лёша, Алексей, прошу прощения, как любой, скажем так, профессиональный диссидент, не перфекционист, для него важнее бескомпромиссность, чем результат. Вот, а это, это опять, это штука про разницу типов. Люди не понимают гусь сведений товарищей, и вот эта вся штука про... Люди слушают друг друга и не могут понять. А тебе не кажется, что это потому, что Алексей левый, ну, он левый политик, такого про-социального толка, а ведомости и вся идеология ведомостей, что до, что после, очень правая, консервативная. Да, я считаю, что в этом, да, в этом, ты права абсолютно, это отчасти в этом дело, но это же левизна Навального и правизна ведомостей, это такие штуки, они производные от характера производителей, да, то есть, Леша, его характер толкает его к тому, чтобы быть левым, хотя начинал же он более-менее с других каких-то вещей. Да почему, он был яблочником, яблочник тоже, яблоко это тоже левая партия, на самом деле. У него были эти его националистические, скажем так, истоки, да, которые левыми не назовешь. Лево националистические? Ну, черт его знает, это уж вообще такое, знаешь, тебя не толкаю, удивительно. Вот, и потом, вот смотри, ведь ты ездил в Стэнфорд и он ездил в Yale, да, и там им, там какие-то либеральные вещи он усвоил и транслировал, да, черт его знает. То, что он сейчас как бы играет с левых позиций, мне кажется, это скорее производная характера, чем какая-то прям такая идеологическая левизна, которую он почерпнул из там, читая Маркса. Это глубинная левизна, народная. Да, это то, что уловил Ходорковский. Она от народа идет, на самом деле, ну, от справедливости, вот чувства. А Таня, она тоже, конечно, вроде как и тоже русская, и тоже из простой достаточно семьи, но ее внутренний, насколько я это понимаю, то есть я не могу говорить за нее, но вот ее внутреннее устройство, оно другое, настолько другое, что они просто не способны друг друга понять. Таня в каком-то смысле, если бы были православные ортодоксы-протестанты, то у Тани скорее протестантская этика, такая этика консерватизма. А у Навального нет, у Навального другая этика, она революционная. Ну, она, скажем так, более тяготеющая к более традиционной российской и русской этике. Ну, да, наверное, можно и так сказать. Ну, короче, там есть этот конфликт, он фундаментальный, он не про конкретно, не про там хлопок газа, в чем он все время Таню, значит, обвинял, хотя, по-моему, это, ну, там, вряд ли можно повесить на нее отношение интерфакса с государством. По моим представлениям об устройстве мира никто бы Таню не впустил в взаимоотношения интерфакса с государством. Да, мне тоже кажется, что это такая штука, которую решают другие люди. Да, взрослые дяди. В одном из твоих постов в стертых там была такая интересная штука, что ты говорил, что я бы сейчас создал крутейшую редакцию, но, блин, неудобно было бы перед инвесторами, потому что очень долго было бы окупать. И неудобно на такой срок брать деньги. А что бы ты сделал? Ну, смотри, я умею делать, на самом деле, за что бы я ни брался, у меня получается автомат Калашникова. Это всегда одно и то же. И как бы я уже говорил про все эти штуки. Я хочу, чтобы это был стабильный, качественный, не отличающийся по уровню разговора от профессиональной беседы продукт. я думаю, что для того, чтобы создать такой продукт про российскую политику, экономику, рынки, культуру, сейчас особенно легко набрать людей, потому что по большому счету они не работают недель. Вот эти вот СМИ, которые сейчас существуют в этом российском ландшафте, ни одно из них не способно на самом деле удержать людей. Это одна из причин, по которым, как мы уже говорили, ты встречаешь много знакомых в Московском бюро Глунберга. Ну, там разница в доходах очень большая. Да, в том-то и штука. И вот, если ты находишь деньги на то, чтобы такую штуку сколотить, собрать команду под эту задачу, просто вот под эту прямую задачу, сейчас мы сделаем русский аналог этой же, я не знаю, Нью-Йорк Таймс или чего-нибудь такого. Я понимаю, как делать, даже более-менее понимаю, где деньги найти. Очень интересно. Поделись, пожалуйста, знанием. Не русские они. И как бы тогда это опять, это еще одна история про то, чтобы устраивать там какую-то офшорную структуру под это. Потому что в России нет инвесторов вообще под такую штуку. Но этим людям, вот, которым я мог бы пойти с этими мыслями, с этими планами, с этими фамилиями, с этой структурой, с этим бизнес-планом, им пришлось бы врать. Им пришлось бы говорить, что все это имеет более быстрые перспективы, чем на самом деле. Так, по-моему, все стартапы поступают, нет? Ну, это вот такая штука, которую я больше не делал. А так я, конечно, да, тоже делал. Ну, как и ты, наверное. Я, так сказать, я сама обманываться была рада. Зная, приключение, они, конечно, да, ты же всегда идешь к людям, которые вообще готовы тебя слушать, правда, и там, конечно, они хотят услышать не отфутболить тебя, а хотят услышать что-то, что их зацепит. Но когда ты говоришь, что там я, типа, обычно, была вот в наше время, когда я ходил и что-то носил кому-то, магическая цифра была три года. За три года ты должен был, значит, показать ноль операционный. Ты знаешь примерно, что там инерция, вот когда еще был рекламный рынок, важен, да, там рекламный рынок очень инертный, и там тебе нужно лет пять для того, чтобы серьезные деньги начать отбивать, которые нужны на большую редакцию. И, короче, вот такие деньги, когда ты тратишь, ну, там, да, это надо говорить не про три года, а про больше. Но я говорил все равно про три, потому что как только ты говоришь четыре, никто уже не слушает. ну, вот эти вот вещи, я просто, ну, то есть, ну, вот сейчас я сделаю такую вещь, а карма, сука. Слушай, а расскажи, пожалуйста, а как тебе 27-летнему вообще доверили это все, Лень? Ну, это же просто чистое безумие. Ну, послушай, это такая есть вещь про, надо Дерк, конечно, спрашивать, почему он так решил делать, но я думаю, что в основном, потому что вот по той же причине, по которой некоторые рестораны открывают или гостиницы, не берут людей с опытом. Вот у меня не было русского опыта, вообще никакого. Я не работал никогда ни в каком российском СМИ. И им нужен всем был, не только Дерку, а этим всем тоже был нужен человек, у которого российского опыта нет, который не наработал этих дружб, вот этих удивительных правил, по которым это все тогда делалось. там и никогда ни в жопу не давал, ни денег не брал, вот это вот все, было нужно такое. Иначе невозможно было, оно же, эта вещь была совсем другая вообще по ДНК, была другая вообще абсолютно. Они хотели делать другую вещь, для этого им нужны были другие люди, а то, что они получше меня никого не нашли, ну вот дураки, блин. То есть, ну, это такая есть вещь, знаешь. И мне повезло, там, наверное, на моем месте должен был быть кто-то с менее кривыми руками. Тогда бы оно все лучше получилось. Но я был близко, сидел, я сидел, редактировал бизнес в газете Moscow Times. Но мне не кажется, что уж так уж оно криво получилось. Нет, получилось неплохо, на самом деле. На моем месте, если бы был кто-то более крутой, да, человек с уже готовыми какими-то вещами, которым мне пришлось учиться по ходу, с более чистым русским, знаешь. Не гневи, я не знаю, кого. С слованием, которого не было у меня на тот момент, которое появилось уже только после того, как из редакторов ты меня уволили. Ну, или там, понимаешь. Если бы эти все штуки, они были там сразу в пакете, допустим, если бы это была там, ты нынешняя, или там, Лосова, пятилетний там какой-нибудь давности. Если бы такой готовый человек там где-то был, то, возможно, вся эта штуковина, она там быстрее вышла бы, хотя она и так довольно быстро вышла. У Гордеева был лучше, но мы учились по ходу. Если бы там он у нас был такой, как у там, я даже не знаю, кого тут назвать, ну, в деловой прессе сейчас уже, конечно, трудно каких-то выбирать, блин, персонажей, у которых красивый русский. Но если бы он был хотя бы такой же, как у всех этих экспертовских, знаешь, там, тогдашних пердунов, там, бородатых, или как у какого-нибудь Максима Соколова, черт его знает, может быть. Но я, короче, мы с Сашей оба так мало умели, что в этом случае, конечно, заплатили инвесторы отчасти за наше образование. Вот ты говоришь, что сейчас тебе уже так не придется, а в нашем случае они очень много забашляли за то, чтобы нас научить. Но это была их плата за то, что мы пришли без багажа. И потом все-таки это было сделано очень, то, что сейчас называется из говна и палок, то есть очень дешево. Да, конечно. Потому что это были сущие копейки. Думаешь, вокруг что-то было, кроме говна и палок? Нет. Из чего еще было делать-то? И, между прочим, ты тоже кусок этого говна и палок. Я только за. Как исходно в ведомостях это все было, когда Дерп мне назвал цифру, а я, значит, стал пытаться изготовить из этой цифры и редакцию. И у меня хватило, значит, этих денег, которые он мне сказал, ну, 13 человек. Я такой, я прикинул, что-то 13 человек и 16 полос, 12 полос, вот 13 человек, нет, что-то не получается. Я, короче, я пришел к Дерпу и говорю, с 13 людьми, а вот зарплаты, с 13 людьми не могу сделать даже 8 полос. Нисколько не могу сделать, если честно. мне вообще нужно 37 человек. Да, ежедневную газету 37 человек. Да, да, 37 человек. Дерп такой, он посмотрел на меня и говорит, ты уволен. И, короче, два дня я провел уволенным. Значит, я пришел к Гордееву, который там тоже сидел, и говорю, я уволен, ты, наверное, тоже уволен. Но потом никто не звонит, не звонит. я написал Дерпу. Говорю ему, ладно, 33 человека. И, короче, Дерп вызвал меня еще через день и говорит, ну вот, я, короче, я договорился. Он просто деньги искал. Я с тех пор говорю, что лучшее, что может случиться с 20-летними, это оказаться в редакции. Да. Особенно в новой. В новой, да. Потому что в старой редакции ты оказываешься и кофе носишь, а в новой редакции тебе еще редактор кофе носит. Ты знаешь, я вот вспоминаю нашу с тобой светлую молодость и даже юность для некоторых в газете «Ведомости». И помню, как мы там друг друга крыли херами и посылали вообще вот на раз-два-три. Ты знаешь, в современном мире это вообще называется словом буллинг. Да, да, я в курсе. У нас вот у нас в конторе ведь не матерятся. Но кроме того, что не матерятся, я, например, сталкивалась с историей, когда человек, ну, редактор в редакторской манере, ну, ты понимаешь, сказал там какой-то студентке, что работа твоя, ну, говно. ну, и пострадал вот за это. Ну, знаешь, вот это мне жалко некоторых, чтобы не сказать, многих вещей, которые утратились вместе с нашей молодостью. Но, видишь, тут там, это были времена, когда мы с тобой курили, как паровозы, да, а сейчас мы бегаем. Ты тоже не куришь, что ли? Нет, и тоже бегаю. Ужас какой. Вот, поэтому, ты же понимаешь, да, мир изменился, и какие-то вещи приходится делать по-другому, потому что пришли другие люди. Мы, когда между собой общались, это были вот эти девяностые, да, ведь, которые были свободное время и жесткое время, и общение было свободным и жестким. А теперь, вот 2020 год, и люди там до такой степени боятся вируса, что добровольно на мордники надевают, Лиза, это были другие времена. Сейчас все изменилось, сейчас приходится по другим правилам играть. Ты не можешь взять и продолжить играть по старым правилам, когда вокруг никто больше их не понимает. Ты знаешь, но наши с тобой бывшие коллеги некоторые тоже вспоминают, я тут поговорила, с человеком, ну, про буллинг там в тех же ведомостях, ну, говорит, для всех моих друзей нежурналистов это выглядело дико. Денег мало платят, орут, убеждают, что ты говно, но ты туда бежишь и ночуешь там, и все остальные твои коллеги мечтают так же жить. Вы все больные, говорили мне друзья. Ну, не знаю, мне как раз, на мой взгляд, кажется, что как раз мы-то и были здоровы. И даже ситуация, она как бы была, вот, наверное, ее можно сейчас в нынешних терминах описать как буллинг. Я уже не говорю про там, про нынешнее устройство межполовых отношений, да, тогда, там, по тогдашним меркам то, что сейчас творится, это ужас, а по нынешним меркам то, что там творилось тогда, тоже было ужас. Но штука в том, что в той ситуации, насколько я ее помню, никогда не было вот этого расклада, что я начальник-то дурак. даже при всей грубости разговоров и при каких-то, там, при жесткости каких-то разборок, при том, что тебе могли откровенно сказать, и причем несправедливо иногда могли тебе сказать, что написал говно там или сделал говно. Это была штука не про то, что я начальник-то дурак, это была штука про стремление сделать лучше. И все это понимали. И те, кто в том числе оказывался на оказывался в положении оскорбляемого или там на кого изливались эти потоки ругани, он понимал, что это делается не для того, чтобы его унизить. Мне кажется, ты хочешь так думать, но мы не знаем, какой след и ты как редактор, и потом Таня как редактор, и я как редактор оставляли на самом деле у людей. Мы не знаем, сколько мы им причинили дискомфорта, и они просто не жаловались, потому что у них не было такой возможности. Ну, смотри, мы, во-первых, мы действительно никогда не платили много денег. И там не было резона держаться за эту работу, если она переходила какие-то грани и угнетала твою личность. То есть это был не тот случай, когда вот сейчас там люди говорят, почему они работают там в Газпроме или на Первом канале. Вот у них ипотека, и в эту ипотеку куплено что-то очень дорогое, и они, значит, нигде больше не смогут наняться и заработать столько денег. Это никогда не был случай вот наших этих всех контор. Платили мы всегда копейки и получали, надо сказать, тоже порядочные копейки. То есть зачем тогда ты сидишь там, если тебе там противно? мне казалось, что всегда эти команды они были командами единомышленников, которые работали на совершенство, а не на ипотеку. Нет, в конечном счете я удивляюсь, какое количество талантливых людей в огромных количествах прошли школу ведомостей. То есть это десятки и сотни людей. То есть кто-то основал свой бизнес, кто-то добился каких-то результатов в карьере. То есть это действительно очень серьезный такой был лифт. Давай уж про судьбу лифта поговорим. Ну, давай попробуем. Только я хочу тебе сразу сказать, что я работал в газете, она называлась «Ведомости издаются совместно с Financial Times и Wall Street Journal». А вот газета, которая сейчас выходит, она как-то по-другому называется. Я не знаю, что там у нее написано, но этих вот слов важных, которые там после слова «Ведомости», их в названии больше нет. Поэтому давай мы сразу договоримся, что как бы два разных издания. Почему тебе не нравится идея YouTube-канала? Короче, смотри, вот все эти медийные большие проекты, они же командные, да, то есть там у тебя ты собираешь народ, много людей, которые умеют, что ты сам не умеешь. А ну, а вот так, как он поступает, ну, там это индивидуальная штука, там нету ничего, кроме того, что он умеет сам. Там есть команда, которая работает с ним. Ну, это же его вспомогательная команда, а не так, как вот мы были командой в «Ведомостях», там, или мы были в «Смартмане», или в там... Знаешь, это такая штука, когда у тебя собирается много народу, все делают разное, но все как бы идут к какой-то одной... Ну, мне кажется, что в этом же хитрость, да, больших СМИ. Вот «Нью-Йорк Таймс», он представляет собой гигантскую команду, или «Блумберг». Вот эти вот штуки, конечно, да, такой человек, как Дудь, он мог бы построить, наверное, такую вещь. У него хватило бы и авторитета, и идеализма, и стремления к качеству, и вот этих всех необходимых для этого штуку у него, знаешь, он до 17-го года не делал YouTube-канал. Это знаешь, как про тебя сказать в 2000-м году? Блин, ну что он делает газету? Почему он не сделает журнал? Почему он не сделает онлайн-медиа? Ну, может, у него все впереди? Ну, видишь, не знаю, может быть, у него все впереди. Вот, например, другой пример из этой же серии – это «Новоша», который сделал совершенно сияющую, командную, большую штуку. «Спортс.ру». Да. Ну, есть, не, наверное, есть какие-то случаи. И, как бы, «Новошу», если ты спросишь сейчас, там, чувствует ли он, что ему, там, есть или нет, из чего делать такой продукт, он, конечно, скажет, да, у меня все есть. А я вот как-то, черт-чет знает, у меня как-то ушла, ушла эта почва из-под ног. Слушай, с другой стороны, Ильяне, мне кажется, тебе грех роптать на судьбу. То есть, ты запустил такое количество изданий на русском языке, что каждому менеджеру позавидовать. Самая потрясающая, Лиза, что часть из них в каком-то виде до сих пор живы. Это вообще просто главное достоинство. Но штука в том, что ты же видишь как бы у каждого человека есть там какая-то своя дорожка. Моя она вот про вот эти крестики. Я сейчас вот я как бы внутри там большой корпорации, я рядовой редактор просто линейный. И я доволен. То есть, мне не нужно быть там, мне не нужно быть начальником. Это немного напоминает полковника Аурелиана Буэнди, который завязав 42 войны, потом золотых рыбок отливал. И каждый день их переплавлял обратно и снова начинал как бы делать и потом заново. Знаешь, у меня-то история с этими планами какая? Мне вот говорят старт смол. Да. Идите в жопу. Я не хочу старт смол. У меня конечная жизнь, я не буду тратить ее на то, чтобы делать маленькую вещь. Я лучше буду участвовать в качестве рядового солдата в большой вещи, чем я генерал. Нынешнее поколение журналистов и вообще нынешнее поколение людей, они не понимают эту штуку про нейтралитет, они не понимают ее про объективность, они даже не понимают ту хреновину про свободу, которую наше поколение понимало очень хорошо. Про свободу поподробнее, пожалуйста. Что это они не понимают про свободу? Знаешь же, есть такой Яша Мунк, он не помню сейчас в каком точном он уже университете, но это человек, который написал там ряд довольно интересных работ про то, что миллениалы и следующее за ними, вот это поколение Y, не считают свободу и демократию абсолютными ценностями и готовы, собственно, жить без этого. Это они просто в другом не жили. Ну, они просто, понимаешь, когда они сравнивают, там, это интересная вещь, они, когда они сравнивают, там, кладут на весы две ценности. Вот, с одной стороны, у тебя свобода, а с другой стороны, чтобы все было правильно и соответствовало их убеждениям. Например, чтобы там отступила патриархальная культура, чтобы там было меньше там глобального потепления, да, там, чтобы, ну, вот эти вот все вещи, которые любят там молодые и сравнительно левые люди. Вот, если вот эта вся повестка, она как бы осуществляется, то тогда не очень важно, осуществляется она в условиях свободы и демократии и вне таких условий. А это люди, которые считают, что там человек, который не согласен с этими вещами, с которыми согласно большинство их, должен бы заткнуться, должен быть deplatformed и должен быть даже в некотором смысле аннигилирован в общественном поле. Ну да, это уж совсем не свобода. Ну да, то есть там есть как бы вот эти все штуки. Если человек за правильные вещи, то это важнее, чем чтобы была свобода. И сейчас, на мой взгляд, это выливается, например, вот в ситуации с вирусом, выливается в легкость введения ограничений, которые не проканали бы 20 лет назад так просто. И мы видим, что вот в той же Америке там более жесткие ограничения вводят штаты, где правят демократы. Например, если ты сравнишь ограничения в Калифорнии и в Техасе, в Калифорнии жестче. То есть, чем левее и чем ближе вот к этим новым ценностям миллениалов и поколения Y власть, тем проще ограничить свободу. Вот эти вот все штуки, они, понятно, что в редакциях тоже ощущаются. То есть, редакторы чувствуют давление вот этих молодых репортеров, чтобы точки зрения не соответствующие вот этой повестке, да, про которую мы все знаем, чтобы эти точки зрения не высказывались ярко. Ну, это же там, вот эти штуки, они происходят на уровне общения, на уровне там коллектива, на уровне внутренних убеждений там людей, которые стали в какой-то момент сильнее, чем профессиональная чем ценности профессиональные требования объективности. Я заметила по своему опыту общения, что и возрастные люди, более старшие люди, которые, казалось бы, должны ценить свободу, увидели конкретно в личности Трампа такую угрозу своей свободе, что они внутри себя тоже пришли к компромиссу, что объективность сейчас, так сказать, можно немножечко положить в сторону, потому что мы в данный момент боремся за свободу. Это, знаешь, немножко похоже, знаешь, как сказать, на выборы Ельцина в 96-м году. То есть надо, чтобы была демократия, но Зюганов настолько страшный и с ним демократии не будет, что мы немножко там админресурс подкрутим. Вот что-то такое. Люди старшего поколения, которые попадаются на такую удочку или, допустим, себя убеждают в таких вещах, для меня это явление странное, потому что, конечно, оно так немножко отдает амнезии. То есть, в принципе, старшие-то, они же должны понимать, что, ну, там, где-то начал срезать углы по части свободы и демократии, там скоро у тебя вот наступил весь этот Оруэлл, да? Ну, так так Оруэлл так и наступает. Тут еще есть такая вещь про вот про русские норм, да? Давай, давай, скажи мне. русские корм, их едят, а они глядят. Это такая штука. Вот, например, там, до того, как началась эта с вирусом история, все обсуждали Конституцию и жаловались, что ее попирают, а потом вот эти все же люди, которым было досадно, что Конституцию попирают, они сейчас пропуск просят у мента, чтобы на улицу выйти. и это вот такая штука. Отчасти из-за нее я уехал. Когда случился Крым, мы ходили на какую-то демонстрацию небольшую по этому поводу на Пушкинской площади, может, там было тысяч пять человек. Мы пошли, я пошел с детьми, ну, младшая просто веселилась, у нее был шарик, она была еще совсем маленькая, а старшая, она вот Катя, дочь, моя приемная, она так смотрела на все это задумчиво, смотрела, мы, значит, прошлись с этой демонстрацией и потом зашли в Макдональдс и в очереди, в кассу Оля вдруг говорит, а вот этот Путин, почему его никто не убьет, говорит она громко, а ей лет одиннадцать, одиннадцать, да, одиннадцать. И, короче, вокруг нас сразу образовалось большое пустое пространство в этом Макдональдсе, касса освободилась, я подошел, купился. Когда происходят такие вещи, вот люди, мне трудно представить себе, что люди, которых я видел там в девяносто первом году, как мы реагировали на переворот на этот несчастный, эти же самые люди, они сейчас готовы терпеть практически неограниченное насилие над собой, а те, которые моложе, они тоже там немножко повыпендривали, скинули пластиковым стаканом в ОМОНовцы. На этом все закончилось. Ну, то есть, это такая вещь, мне очень трудно, я не нахожу почву под ногами в Москве больше. Мне кажется, просто люди в России всегда были готовы долго терпеть, просто ты видел совсем другое, ну, ты видел как бы кульминацию того, что люди очень долго терпели и потом перестали терпеть. Ну, вот потом часто казалось в тот же одиннадцатый год, когда там все вот болотное и все, что последовало за этим, живое кольцо, я помню, на Садовом, как все стояли, взявшись за руки, это было офигенно, это было ничего себе. и потом вдруг как-то все это сдулось удивительно, то есть как-то там был вот этот всплеск, когда вдруг казалось, что все это где-то еще там зарлито, где-то еще в людях оно есть, а сейчас я вижу, что как-то не очень. Ты знаешь, про колумнистику я, конечно, хотела с тобой поговорить про, так сказать, про западную колумнистику и про то, как ты эти семь лет провел. Я так просто посмотрела по заголовкам. Когда что-то ты пишешь про Россию, то, как правило, писал, это начиналось со слова или включало слово Путин. Да, это действительно нужно для того, чтобы увеличить читаемость, как мы определили опытным путем. Слово Путин вызывает ну, просто это такой персонаж, которого там многие сильно любят, а многие сильно ненавидят. И поскольку он вызывает такие противоречивые сильные эмоции, то текст, в котором он упоминается, есть больше шансов, что его прочтут. То есть приходится как бы искусственно засовывать Путина, ехал Путин через Путин и так далее. И кошка бросила котят, это Путин виноват. Сейчас такие штуки делают, наверное, все СМИ. ты не можешь совершенно игно... Особенно учитывая, что сейчас заголовок стал играть такую важную роль в решении, прочтет человек статью или нет. Ты знаешь, мне кажется, что просто из опыта жизни в Штатах мне кажется, что в этом все-таки есть не просто конъюнктура, есть определенный байос с одной стороны, с другой стороны такая стереотипность мышления и какая-то ну такая шаблонность, что ли. То есть то вообще, как люди представляют себя, как устроены дела в России на Западе, мне кажется, что это просто какой-то мультфильм. Я, кстати, вот посмотрела какое-то твое короткое видео, видимо, на Блумберге, тебя там дяденька спрашивает, но вот и миллиардеры-то, они все в путинские времена же сделали деньги, и ты с такой плохо скрываемый ухмылкой, потому что, видимо, вырвалось, так сказать, снова начинаешь объяснять, да нет, сделали они деньги до Путина, и там большую часть они с Путиным никак не связаны. Ну, Лиз, послушай, Путин, ты можешь как бы говорить, что люди, которые следят в не слишком плотном режиме за русскими новостями, переоценивают роль Путина, я думаю, нет, я думаю, они правильно оценивают его роль, это персонаж, который диктатор, это персонаж, который принимает огромное количество важных решений, замкнул на себя, это персонаж, который более-менее хочет быть царем, как мы с тобой знаем, и во многих отношениях уже и стал царем, так понятно, что люди, когда они там говорят про Россию, они сразу ассоциируют ее с Путиным, или когда люди говорят про Северную Корею, то вот с Кимами. Но Россия далеко не Северная Корея, именно с точки зрения управления, это такая страна с довольно сложно устроенной политической системой, просто устроенной не так, как она устроена на Западе, она просто подковерная, не публичная. С сложно устроенными декорациями, они сложнее устроены, чем Северная Корея, да, а сама система, я не уверен, что намного сложнее устроена. Мне кажется, что декорации, то есть политическая система в том смысле, в которой понимает Запад, она декоративная, а там системы разных внутренних конкуренций, драк за ресурсов, она вполне себе настоящая, это не фейк. Есть определенный нарратив про внутреннюю конкуренцию и драки за ресурсы, про которые, откровенно говоря, ни я, ни ты, ни черта толком не понимают, потому что все это не публично, и то, что эти люди рассказывают наружу, часто манипулятивно, имеет мало отношения к действительности. И как бы понятно, что люди не хотят вникать в дрязги, мало того, еще неадекватно описанные и нечестно описанные участниками и людьми, которые с ними связаны, люди видят публичное лицо этой системы, и публичное лицо этой системы это, конечно, Путин, и от этого ты никуда не денешься. Он сам себя этим публичным лицом сделал, он хочет, чтобы его отождествляли с Россией. Точно так же, как там, я не знаю, Трамп хочет и имеет определенное право на то, чтобы его отождествляли с Америкой. Роль яркой фигуры, особенно в российской ситуации, когда эта яркая фигура еще обладает большим количеством рычагов, чем где бы то ни было из крупных стран, разве что вот еще Китай, всегда на этой центральной фигуре будет сосредоточено внимание. Я считаю, что это нормально, я считаю, что там нечего исправлять. То есть, ты думаешь, что с твоей точки зрения, что даже сильно упрощенные, спримитивленные статьи на самом деле отражают более или менее все типа как есть? Ну да, человек же, представь себе, он читает, для него Россия это не номер один интерес, в который он постоянно углублен, как большая часть российских журналистов, например. Это человек, который, допустим, оперирует на разных рынках, у которого есть какие-то профессиональные интересы, не связанные с Россией, скорее всего. Ему нужно вкратце и обобщенно понять, какие высокого уровня механизмы там действуют. И эти высокого уровня механизмы, они таки замкнуты на Путина. Понимаешь, вынь оттуда Путина, и механизмы эти сильно изменятся. Ты сказал, что Россия в основном для читательской аудитории деловую уж точно, где-то на периферии сознания, то есть она занимает там, наверное, столько места, сколько Россия там занимает как рынок и малопривлекательная страна, объект для инвестиций, ну потому что... Занимает больше, на самом деле, места, чем она занимает как рынок, потому что она имеет же еще геополитический вес, значительно превышающий ее экономический вес. Да, но при этом в мировых медиа это мои личные впечатления, то есть у меня темника тоже нет, как и у тебя, но вот по моим впечатлениям от жизни в Штатах она занимает гипертрофированно большое место в медиаповестке. Да, на самом деле место в медиаповестке, оно, если мы говорим про медиа общего профиля, не про деловые, медиа общего профиля действительно занимает непропорционально большое место, но это отчасти потому что у нее, ну, если уж совсем прямо говорить, военный вес значительно превышает экономический. Ну, то есть, это же вторая военная держава по-прежнему после Америки. Как ты можешь ее игнорировать? Она представляет собой достаточно мощную силу в решении конфликтных ситуаций. Теперь она еще активно вмешивается в эти ситуации, сама их создает. Вот тебе непропорциональное внимание получается. То есть, ты считаешь, что это естественный ход вещей? Я считаю, что медиа, у них, поскольку, как мы с тобой видим, темников нет, ни там, ни сям, медиа, они ведь тоже реагируют на что? Они реагируют на какой-то раздражитель. и обычно медиа внимания, оно может там в какие-то моменты перехлестывать, но оно не может на длинном горизонте преувеличивать значение какой-то страны или какого-то рынка или какой-то компании. Все равно это нивелируется в конечном счете. Там у тебя может быть единичный всплеск. В случае с Россией это не та ситуация. Это внимание, оно всегда будет повышенным, пока у нее существует военный и внешнеполитический потенциал. Скажи мне, пожалуйста, а почему ты не пишешь колонки с января 2020 года? Я как-то потерял у тебя в архиве Блумберга. Ну, я, да, действительно, в конце января я вот перешел в другую команду внутри Блумберга, которая занимается автоматизацией новостей, а колонки писать перестал, потому что, на мой взгляд, наступил плохой момент для того, чтобы быть колумнистом. Я имею в виду общеполитический расклад, который для колумнистики сейчас просто даже как для жанра неблагоприятен. А еще тут есть как бы связано с этим еще как бы и личная причина, я семь лет писал эти колонки, практически не отрываясь по две в день, и написал их две с половиной тысячи. Это много колонок. Можете сдавать, Лень? Дву, слушай, и не одну. Другое дело, что, конечно, не за все из этих колонок я сейчас, не под всеми из них я сейчас подпишусь, потому что, ну, в чем-то не оправдались прогнозы, где-то я был неправ, где-то я был прав, но лучше бы про это забыть. Есть и такие ситуации. На самом деле, понимаешь, когда ты вот работаешь все время колумнистом и пишешь их в таком количестве, то ты имеешь дело с реакцией на эти колонки ежедневно. В смысле хейт-спич? Ну, там тебе пишут, да, и хейтеры, и люди, которым нравится, но ты много имеешь обратной связи, как колумнист на заметной площадке. И для меня в последнее время эта обратная связь, она показывала, что как бы все меньше и меньше людей вообще в принципе со мной согласны, разделяют те ценности, из которых я исходил, когда все это писал. И чем дальше, тем больше я осознавал, что, не знаю, может быть, мои взгляды устарели, может быть, то, как я смотрю на разные ситуации, больше не вписывается в то, как это принято, в то, как это видит большинство даже моих читателей, достаточно лояльных. А тебе важно, чтобы с тобой соглашались? Может, прикольно дразнить? Мне же он должен удовлетворять у людей confirmation bias у какого-то достаточного числа людей для того, чтобы ему самому было комфортно. Я часто оказывался там, ну, как часто, периодически оказывался в положении там единственного человека, который за что-то спорит. И чем чаще это все происходит, тем больше я задумываюсь, нужен ли мне этот голос. Знаешь, еще есть такая штука, что мир, он очень, ну, общество, в которых потребляются эти колонки, очень поляризовались. И ты, в принципе, тебе все труднее сохранять беспартийность, да? То есть, тебя воспринимают часто как голос той или иной партии, того или иного политического течения, того или иного племени. Ну, то есть, грубо говоря, если Блумберг баллотируется в президенты, то ты пишешь тоже, что и он думает, говорит. Да, в том числе и так. То есть, допустим, если ты пишешь эти вещи не потому, что тебя заставили, у нас никто ничего не заставляет, а потому, что ты согласен. То есть, считывают это как твою принадлежность к какому-то племени, а не твое тактическое согласие с какими-то пунктами программы, понимаешь, как в принципе вообще-то надо читать колумнистику. Колумнист, есть, конечно, партийная колумнистика, есть люди, которые принадлежат к определенному племени и что бы это племя ни делало, они будут оправдывать его действия, его какие-то выступления публичные. Есть колумнисты вроде меня, которые с чем угодно, только тактически согласны или не согласны. Я ни к какой партии, ни к какому племени не принадлежу. Я аутсайдер, и это по этой позиции аутсайдера я дорожил, пока был колумнистом. Но мир не считывает таких вещей больше. Они ищут у тебя партийность, и они тебя записывают. И у меня часто бывали вот эти штуки, когда тебя записали там в антитрамписты, но тут я нашел что-то хорошее написать про Трампа. И тут же люди, которые меня записали и считали своим, вот они уже хейтят те же самые. Я хотела про Россию то же самое сказать, что стоит что-то найти хорошее в действиях российского правительства, то тебя сразу записывают в путиноиды и наоборот. То есть, ты в принципе не можешь быть ни тем, ни этим. Причем записывают тебя на гораздо дольше, чем ты высказываешь эту точку зрения. Да, а возле твоего высказывания сильно удлиняется, это правда. Ну вот. И как бы вот эти все штуки, они, ну то есть, окей, у меня толстая шкура, я могу вынести много хейта. Да не такая же у тебя толстая шкура. Ты как что сразу в драку лезешь? Что признак на самом деле тонкой шкуры, Леня. Ну черт его знает. Я на самом деле в драку-то я может быть и лезу, но там для того, чтобы заставить меня там лично переживать, чтобы у меня там руки затряслись, и я напился с горя, да, там нужно гораздо больше, чем там несколько сотен твитов, да, злобных. Ну там, реально. То есть, я терплю это много лет, но в какой-то момент просто не до конца становится понятно, зачем я это терплю. Люди все равно, мне кажется, они все равно не верят в мою беспартийность, понимаешь? А чем ты объясняешь вот эту поляризацию для себя? Есть много исследований, соцсети, экономисты там написали уже талмуды целые электронные на эту тему. А чем ты, ну, на таком глубинном уровне это объясняешь? Объясняю. Во многом воздействием соцсетей они устроены под поляризацию. там очень трудно, поскольку они стадные вообще по своей структуре, по своим принципам организации, там очень трудно доносить и выпячивать нюансы. Люди слышат какой-то основной месседж и бегут в ту или в другую сторону, даже если они не всегда поняли, в чем этот основной месседж был. А ты считаешь, что люди не поняли или автор плохо доносит? Так тоже может быть. Я в этом смысле достаточно твердо уверен в себе, как в авторе. То есть, я считаю, что я пишу понятно. И как бы это у меня есть много лет как бы подтвержденного опыта в этом отношении. Но, наверное, может и автор сбить с толку. Могут авторы неправильно понять, потому что сам он виноват. Но часто понимают неправильно, потому что хотят понять неправильно. Часто хотят, поскольку там стало легко, легко хейтить, легко обругать человека, легко послать его нахер, легко сказать вещи про него, которые ты не скажешь в лицо. Вот эта легкость и точно так же легкость присоединения, не только легкость ругания и срача, но и легкость присоединения. Ты лайкнул, и вот ты уже соратник Навального, понимаешь? Тебе не нужно для этого в автозаке кататься. Вот эта легкость разбегания по лагерям, легкость любви, легкость ненависти, они, конечно, во многом подорвали культуру журналистики мнений, так как она сложилась в прежние времена, где ты мог быть партийным, а мог выбрать придерживаться нейтралитета. Сейчас нейтралитет стал сильно затруднен. Вот у Навального написано было в его, не знаю, как сейчас, но там ЖЖ его называлась «Битва добра с нейтралитетом». Вот в этой битве победило не только добро, но и зло. Нейтралитет всяко побежден. И это отчасти это явление электронное, отчасти, конечно, вызвано это еще и тем, как в политических партиях, не знаю, как в России, там нет как таковых партий, но когда ты смотришь на тенденции внутри политических партий, что европейских, что американских, и, соответственно, эти партии, они превратились в племена. И для людей, которые присоединяются к ним, голосуют за них, не входя в саму эту партийную элиту, им они уже предъявлены как племена, а не как площадки для дискуссий. Для того, чтобы все это стало как-то более нюансировано, там нужно, чтобы не было вот этой гонки за большой читаемостью, за большим количеством взаимодействий с твоим материалом. То есть люди гонятся за этим, потому что это монетизируемо, монетизируемо как для них, так и для платформы. А там, где у тебя большие числа, там уже нету никаких нюансов. Ты не думаешь, что качественные СМИ по всему миру безнадежно проиграли эту борьбу? Ну, они... Тут трудно говорить. Я работаю, да, в качественном СМИ. Проиграли мы или нет? Я не знаю. Я думаю, что мы не проиграли. Ну и ошибка выжившего. Я не устаю тебе повторять, что медиабизнес с капитализацией 55 миллиардов долларов это ошибка выжившего. Ну, да, хорошо, ошибка выжившего. Тут вопрос в том, кто совершил ошибку, тот, кто выжил или тот, кто подох. Ну, там, мне просто кажется, что какие-то традиционные СМИ, они живы, именно как отдушины вот среди вот этого всего. И все равно, если ты вынешь качественные СМИ из этого поля, то что в Твиттере будут шарить-то без Нью-Йорк Таймса, без нас, и без ведомостей, и без Белла твоего? Просто расскажи, что ты вроде переводил чего-то недавно. Да, да, это я перевел 1884 Оруэлла, просидел 4 месяца в прошлом году на русский язык, и она, вот если не случится ничего прям совсем страшного, она должна выйти в январе следующего года, в начале следующего года. Это более актуальные книги для всего мира, я считаю. Да, в том-то и штука. Я ну, тогда думал, что она там актуальная по каким-то политическим причинам, но теперь и по эпидемиологическим тоже, как выяснилось. Вот, это да, она никогда не устаревает. Я ее три раза в жизни читал и всякий раз находил, вот это сейчас был четвертый, когда я уже, значит, сидел над переводом, и каждые вот эти 10 лет, когда я ее перечитывал, была какая-то новая грань актуальности. Кто тебе заказал, Альпина? Да, Альпина заказала мне этот перевод, там, дело в том, что предыдущие переводы, они отличные, прекрасные переводы, и Голышева, и Недошивина с Ивановым, два великолепных оба перевода, особенно Голышевский, но штука в том, что они сделаны в конце 80-х, и это, они сделаны для другой реальности и на другом русском, чем сейчас. А язык изменился? О да, конечно. Если сейчас ты возьмешься перечитывать любой из этих переводов, они будут тебе казаться, как современные самой книги, хотя они сделаны через 40 лет после того, как она вышла. Язык, он, да, он меняется, и великие книги, как эта, они нуждаются все время в каких-то реинтерпретациях, в каких-то новых трактовках, трансляциях. Слушай, я обязательно прочитаю в твоем переводе, и вообще пора, пора освежить уже. О да, да, ну, пока мы его нет, вот читай Голышевский, он прекрасный. Голышевский, а я думаю, что, я сейчас, конечно, не помню, в каком я читал, но думаю, что в Голышевском, потому что они какие-то были такие самые... Два канонических, вот Голышевский и Недошивинский. Недошивин большой же специалист по Оруэлу, и в прошлом году выпустил биографию его, такую довольно попсовую, хорошо написанную. Вот, а Голышев, он, у него другая история. Я разговаривал с ними, с обоими, уже после того, как сделал свой, и Голышев мне сказал, что не перечитывал с тех пор ни книгу, ни перевод свой, потому что после того, как он его закончил, он год проболел. То есть, ты когда выходишь из нее, она из тебя не так быстро выходит как ты из нее. И у меня тоже, на самом деле, были всякие тяжелые психологические последствия после этих четырех месяцев. Довольно мучительно в ней, в ней мучительно существовать в этой книге. Это свойство именно этой книги или перевода как процесса? Это свойство этой, конечно. Голышев-то, он там еще миллион книг перевел. Он же, ты знаешь, корифей и мастер. А ты еще что-то переводишь вообще? Нет, я же не переводчик по профессии. Я бы этим жить не смог. Это же там такие копейки платят, что, в принципе, мне бы не хватило финансировать семью этим. Я бы с удовольствием, конечно, я бы сидел там и переводил стихи какие-нибудь особенно. но нет, тут весь разговор он конкретно про эту книгу, просто потому, что она буквально самая важная из тех, которые сейчас есть. Почему они тебе предложили? Повезло. Искали кого-то, кто сделает, кто возьмет. На самом деле, многие из профессиональных переводчиков, я так понимаю, отказались, потому что считают, что голышевский перевод более-менее совершенный. Ну, что правда, он прекрасный, там, делать какой-то новый. Я просто на момент, когда сел за это, я его не читал. И в этом смысле им повезло и мне повезло. Они получились разные совсем, да? Ну, то есть, понятно, как это бывает. Если бы я раньше читал голышевский, я бы, может, тоже не взялся. Испугался бы? Ну, я бы увидел, что там трудно сделать лучше, да. Но он, конечно, но, конечно, он сейчас читается не как современный, понимаешь? Ты будешь предисловие какое-то добавлять? Знаешь, я написал там одно, но его, наверное, переписывать сейчас надо уже в связи с короной. Напиши второе, опубликуй оба. Ну, это уж я не знаю. Это от Альпины зависит, что они дальше будут с этим делать. У них как бы права. А будут ли они живы, черт его знает, в этом удивительном деловом климате? А ты книжки продолжаешь писать? Ну, вот, знаешь, вот в прошлом году был такой проект. В этом году мы с Катей, с женой, там, изобретаем детскую штуковину. Там, я не знаю, что из этого выйдет. И будем ли мы даже публиковать это. Но вот, там, да, есть такой, как бы, проектиц. Я, в принципе, сейчас, когда колонки не пишу больше, осталось много, как бы, мозговых клеток, которые отвечали за писалого, и они теперь не заняты. И, конечно, там, из этого будут какие-то штуки получаться. Колонки мне нельзя больше никому по контракту, а книжки и всякую побочную там продукцию, да, наверное. Редактор субтитров А.Семкин